День с толком Когда глаза наполнились надеждой, что думают спортсмены о появлении в Барнауле современной базы для биатлона? Когда Европа приходит в Сибирь, синоптики уже называют эту зиму очень теплой, но стоит ли настраиваться на весну? Миллиард рублей в Алтайском крае планируют направить на обновление электротранспорта. Услугами трамваев и троллейбусов сейчас ежедневно пользуются 160 тысяч человек – жители Барнаула, Бийск, Рубцовска. Парк популярного транспорта серьезно изношен. Губернатор Виктор Томенко принял решение о планомерном обновлении подвижного состава и инфраструктуры. Средства миллиард рублей выделят из краевого бюджета. На ближайшей сессии депутаты рассмотрят эту инициативу. Миллиард рублей выделяется, будет приобретено порядка 25 единиц для основных городов. Плюсом дополнительные средства будут выделяться городу Бийску на оздоровление предприятия электротранспорта. После этого уже возврат к разговору о замене подвижного состава. Также в Минтрансе приняли решение, что города-участники обновления парков электротранспорта должны принять соответствующие программы его развития и прописать возможность модернизации и ремонта существующего подвижного состава, путей, кабельных линий, реконструкции депо, а также закупки оборудования для эксплуатации новых трамваев. В Барнауле могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас их планируют ввести на отдельных участках из-за ремонта моста на новом рынке. Но специалисты не исключают, что даже после масштабных работ отдельные полосы могут прижиться в краевой столице. И вся эта головная боль с ремонтом моста может даже как-то модернизировать дорожную обстановку в будущем. Подробнее в сюжете. Разных людей. Да это будет вообще полное... Не знаю, как это слово надо высказать. В прошлом оперный певец и фермер, сейчас таксист Юрий с ужасом ждет ремонта на новом рынке. Ведь стоять будет весь город. Как у человека, который каждый день на колесах, у Юрия есть свое понимание, что может разрулить проблему. В Новосибирске решается проблема проще. Там нет пешеходных переходов на основных магистралях. А если они есть, то они воздушные или подземные. А у нас ни одного ни воздушного, ни подземного взять, убрать лишние пешеходные переходы и сделать зелеными линиями. А ведь общественники реально могут повлиять на схему движения транспорта во время ремонта моста. По крайней мере, об этом говорят в мэрии. До 28 февраля чиновники принимают предложения от жителей города, касаемые организации движения на участке. Свои идеи не так давно высказывали студенты политеха. Одна из выпускниц даже посвятила дипломную работу схеме движения трамваев. Диплом девушка защитила на пять, но все задумки так и остались на бумаге. По схеме движения трамваев здесь больше, конечно, наша работа проводится с МУП «Центр Трансом», так как у них есть пассажиропотоки, непосредственно с самим муниципальным предприятием «Горолептрансом», которые тоже знают и специфику работы трамваев, и пассажиропотоки, и с нашим подрядчиком, который нам в настоящее время завершает тоже работы по комплексной схеме транспортного обслуживания. Так на новом рынке планируют в апреле построить разворотное трамвайное кольцо. А вот разработки еще одной студентки политеха в мэрии взяли на вооружение. Речь идет о выделенных полосах для общественного транспорта. Как считает автор работы Софья Васильева, рано или поздно ремонт моста многих заставит пересесть на автобусы и маршрутные такси, ведь у них будет приоритет. По выделенной полосе также смогут ездить водители такси и спецслужб. Она будет по Калинина, от Аносова, по Аносова в одну сторону от проспекта Ленина до проспекта Калинина, а в обратную сторону будет разрешено всем. С другой стороны, со стороны центра, это будет выделенная полоса по проспекту Ленина, от, наверное, Чкалова или Партизанской. И также выделенная полоса будет от площади Октября до Цеховой. И специалисты не исключают, что выделенные полосы приживутся в Барнауле на отдельных участках даже после ремонта. Напомним, к работам на новом рынке приступят уже в середине мая. Завершить ремонт планируется в ноябре 2023 года. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. В одном из сел Хабарского района уже две недели нет воды. Прокуратура края проводит проверку. А жители села Мичуринска уверены, что вина на коммунальщиках МУПа. Мол, они нарушили технологию при устранении аварий на водопроводных сетях. Из-за отсутствия воды две недели закрыт местный детсад, школа ушла на удаленку. А жители либо топят снег, либо берут воду у соседей, у которых водоснабжение есть. Как сообщает Банкфакс, директор МУПа признал, что изначально приняли решение проложить трубу меньшего размера. Но вряд ли этот факт стал причиной проблемы. В редакцию Барнаула вновь обратилась мать инвалида первой группы. Все имущество их неполной семьи – квартира в аварийном доме, который в этом году собираются снести, как ветхое жилье. Женщина не понимает, где уже через несколько месяцев жить ей и ее сыну, уход за которым нужен практически круглосуточный. В надежде на помощь она позвонила нам. Поэтому мы не знаем, что нам делать сейчас. Куда мы с Артемом сможем уйти? Мать с сыном ютятся в 22 метрах почти 15 лет, пять из которых Артем инвалид. Таким стал после аварии. Жилье аварийное и его надо покинуть. В конце прошлого года Нине пришлось подписать соглашение с мэрией на получение компенсации на приобретение жилья. Она составила миллион 140 тысяч. А приличная однокомнатная квартира сейчас стоит не меньше двух миллионов. Если бы я хотя бы работала и могла какую-то ипотеку взять, да, согласна. Я ничего не хочу от государства поиметь, как говорится, бесплатно дать мне. Если бы у меня была возможность, я бы это сделала сама. Но я не работаю. Я 24 на 7 сына. По закону Артему, как инвалиду положено жилье. Но только в том случае, если семья будет признана малоимущей. Когда подавали документы, на Артеме числилась часть дома и земельного участка в Родинском районе и автомобиль. Так что малоимущими их не признали. В случае, если у семьи заявителя изменились основания, послужившие основанием для отказа им в признании малоимущими, они вправе повторно обратиться с заявлением и документами для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях среди малоимущих граждан. Со слов матери Артема, часть дома и автомобиль давно проданы, а средства пошли на реабилитацию парня. За советом мы обратились к юристу. Цена квадратного метра на жилое помещение выросла и довольно в разы, то есть где-то даже в два раза. Поэтому, естественно, эту сумму приобрести помещение равноценное по площади люди практически не смогут. В данной ситуации сейчас я бы рекомендовал данной семье обратиться в прокуратуру города Барнаула с заявлением, чтобы подали исковое заявление, провели проверку и выступили в их интересах. Я не имею права по закону купить вместо 22 20 квадратов, 17 квадратов, потому что я не имею права лишить инвалида никакого, ни одного, даже полквадрата. К слову, Нина к кому только не обращалась. Ответ один – все по закону. Был еще вариант переехать за пределы Барнаула, но его женщина даже не рассматривает. Артему нужно всегда быть рядом с врачебной помощью, которая доступна лишь в городе. Нина все еще надеется поднять сына, чтобы он сам обслуживал себя. Но как это сделать, когда нет уверенности даже в том, где они с Артемом будут жить после того, как дом снесут? Кстати, это уже ближайшее будущее. В следкоме завели уголовное дело на управляющую компанию дома, с крышей которой упал снег на подростка. Инцидент произошел в середине января. Школьнику тогда повезло, остался жив, отделался рваными ранами головы. Сейчас он уже ходит в школу, но спорт пока под запретом, и родители продолжают обследовать ребенка. После ЧП директор управляющей компании может грозить крупный штраф или ответственность вплоть до условного срока. Профессионалы-любители биатлона заинтригованы. Один из крупных барнаульских инвесторов заявил о желании построить в краевой столице большую базу для лыжников. И эта новость ударила спортсменам по больному, ведь сейчас в Барнауле работает одна биатлонная база. И несмотря на несовершенство центра, он востребован. Больше тренироваться негде. В каких условиях биатлонисты занимаются сейчас, и что известно о будущей базе, разбирался Дмитрий Дроздов. В тренировке несколько раз в неделю с собой полная экипировка. Лыжи и палки, как рассказывает биатлонист Павел Волков, везти их чаще всего приходится с собой. Хранить их на единственной тренировочной базе для биатлона в Барнауле негде. Нет там и душа. Вот сейчас мы переодеваемся, потом идем на автобус, едем до училища. Там быстро, у меня минут 40, у меня времени помыться, переодеться и идти на учебу сразу. Когда мы летом, бегаем по лесу, так же песок у нас, ну, опилки всякие, в ноги там забиваются. Это потом неудобно. Идти домой, это все тащить с собой. Биатлонисты шутят, зимой проще, меньше потеют. Существующая база не дотягивает не то, что до профессионального уровня, но даже для серьезного подхода к спорту и большим соревнованиям. На всех биатлонных комплексах, конечно, есть спортивные базы, где можно приехать, провести сборы, чтобы там был пункт питания, можно переодеться и никуда не ездить. Недавно в городских СМИ появилась информация о том, что крупный барнаульский инвестор заинтересован создать новую биатлонную базу. Связаться с предпринимателем нам не удалось. Однако в спортивном сообществе города говорят, что слухи о появлении большого комплекса для лыжников витают давно. Проблема есть, ее признают власти и активность бизнеса одобряют. Для биатлонистов требуется специальное помещение, где хранится оружие и патроны. Ни того, ни другого у нас нет. Однако шаги для появления базы в мэрии неизвестны. В краевом Минспорте объясняют, наши биатлонисты успешно выступают. Так что потребность в новом комплексе есть. Функционирующих центров по пальцам пересчитать. Третьяковский и Зминогорский районы не работают практически. Большие трудности также в Шипуновском районе с этими делами. И поэтому функционируют сейчас только, можно сказать, в полном объеме. Это у нас Заринск, потом в Алтайском и в Бийском районе. Вот эти школы у нас работают хорошо. В остальных очень большие трудности. Существующую базу планируют реконструировать. Создать раздевалки, обновить стрельбище. А спортсмены гадают, где бы мог появиться новый центр. Есть определенные требования к трассе, к перепадам высот, к пересеченной местности. То есть определенная длина подъемов, спусков должна быть. То есть рельеф такой. Плюс удобный подъезд должен быть. Это не должно находиться рядом с жилыми помещениями. Если это стрельбище, то есть это разрешительная система. Будет Росгвардии очень сильно следить за этим. Непростое мероприятие, если честно. По оценке спортсменов, большой комплекс мог бы вписаться на территории одной из лыжных баз в Санниково или в Нагорной части города. Но пока биатлонисты надеются, что база из разряда слухов перейдет в реальный проект. И в ответ инвестору говорят, спрос будет. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А биатлонист из Заринска Данил Серохвостов рассказал, почему, как он сам выражается, накосячил на Олимпиаде. Спортсмен завершил свое выступление в Пекине с низкими результатами. 6 из 10. Так Серохвостов оценивает сам себя. В спринтерской гонке Данил продемонстрировал 19-й результат, допустив два промаха. В гонке преследования на финише стал 39-м. Накануне спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Данил не был готов к Олимпиаде. В итоге тренерский штаб решил, что Серохвостова в составе сборной России на мужскую эстафету не будет. Вот что говорит сам Данил. Я не знаю, может тут такие горы, может я не совсем до конца готов к Олимпиаде был, но бегать тут нереально тяжело. Не знаю, как остальным ребятам из команды, но для меня эта высота тяжело дается. Я просто в некоторые моменты мишень не видел, задувало все. Даниилу 22 года и для него игры в Пекине стали дебютными. Теперь работа над ошибками. Пожелаем нашему земляку успехов. За нападение бродячих собак ответят чиновники. Такой законопроект готовы рассмотреть в Госдуме. Им хотят увеличить административный штраф до 200 тысяч рублей. Речь идет о причинении незначительного вреда. Если на вас нападет стая бездомных животных, то заплатит чиновник. Если же домашняя собака, то штраф выпишут ее хозяину. Но если причинен тяжкий вред, законопроект предусматривает уголовную ответственность. Сегодня по сообщению Краевого МВД, как таковых штрафов нет. Все решает суд, куда пострадавший направляет иск о возмещении морального ущерба. Что об этом думают барнаульцы? Оказалось, многие просто не верят, что проблему бездомных животных можно решить. У нас люди только деньгами понимают. 200 тысяч – это достаточно? Для человека простого? Это много. Да, просто, по-моему, надо их перестрелять, да и все. Надо отлавливать их. Так их опять будут выкидывать на улицу собак? Ну, это вопрос такой, знаете, я давно уже живу, и с собаками этот был вопрос. 50 лет назад, наверное. Я считаю, что наказание вообще надо делать. То же, что и... Вот он покусал на ребенка, значит, пустить его к собаке, чтобы его покусали. Уже пора чипы везти животным, и чтобы каждый хозяин отвечал за свое животное. Это должно быть за счет государства или за счет людей, которые заводят собаку? Ну, а у нас бедный край. И что? Нужно, прежде всего, субсидировать постройки приютов. Вот. И нужно набирать волонтеров. Но кому это нужно? Я захотела собаку, да? А при чем тут государство? Ну, я... Это же моя собственность. Значит, и я. Сейчас за свою собственность везде платят. Если подытожить, вы должны пройти обучение за собственный счет, чипировать собаку за собственный счет. Да. И тогда проблема бездомных решится. Да. Сегодня в 10 часов утра произошло возгорание во Дворце культуры города Барнаула. Огонь обнаружили на сцене и под ней. Масштаб ЧП был огромный. Ликвидировали возгорание 85 человек. Дмитрий Дроздов продолжит. Но паниковать не стоит. Это пожарно-тактические учения. Спасатели будут ликвидировать условный пожар в Дворце культуры города Барнаула. Очаг возгорания на сцене. Но такие ситуации важны, чтобы знать, как действовать в чрезвычайных происшествиях. А ЧП неожиданны. И к ним нужно быть готовым. Даже если речь идет, как сейчас, о гипотетическом возгорании. 10 утра. В пожарную часть позвонили сотрудники ДК, заметив дым. В это время, по легенде, в здании есть сотрудники и маленькие зрители. Несколько минут и на борьбу с огнем брошены 11 единиц техники и 85 человек личного состава. Главная задача – ликвидировать пожар. И не только. Вот в таких условиях задача спасателей в очаге возгорания найти потерявшихся детей. Люди были заблокированы в зрительном зале. Порядка 7 человек. И также у нас есть операторы, которые отвечают за софиты. Они были у нас на колосниках. Их отрезало продуктами горения. И они были вынуждены спасаться на кровлю здания. С кровли здания также у нас была установлена высотная техника, автолестница. ДК города выбрана не случайно. Это одно из крупнейших центров Борнаула, в коллективах которого занимается больше тысячи детей. По итогу спасательных операций в зрительном зале малыши спасены. Очаг возгорания ликвидирован. Но и на этом не все. Еще одна точка учений. Возгорание произошло под сценой. Но, как мы видим, спасатели уже ликвидировали огонь. Теперь уж точно все спасены. Дворец культуры сохранен. И фасаду здания ничего не грозит. Такие масштабные учения сегодня принял не только Борнаул. В Новоалтайске условный пожар произошел на складе. В селе Ельцовка спасатели тренировались в районной администрации. В Бийске горела льняная компания. В селе Михайловское мукомольный комбинат. А в Зминогорске культурно-информационный центр. Кроме того, пожарные не только оттачивали свои действия, но и проверяли готовность объектов к подобным ситуациям. С нашей тактической точки зрения он нам интересен. Но сам объект очень заинтересован в правильном применении тех средств. Первичных средств пожаротушения, системы оповещения. Ну и, соответственно, правильной эвакуации и спасения людей. К слову, за прошлый год в Барнауле произошло свыше 500 пожаров. Один из серьезных и масштабных возгорания склада на Власихинской. Благодаря таким учениям в реальных ситуациях спасатели точно знают, что нужно делать. Впрочем, не только они. Играющие пострадавших тоже тренируются. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Будьте осторожны. Сегодня Алтай все еще окутан метелью. И по народным приметам в ближайшие дни обещают быть теплыми. Об этом говорят и синоптики. В период с 19 и по 24 февраля район Алтайского края уже будет находиться под влиянием антициклона, с которым становится спокойно и преимущественно без осадков погода. Днем от минус 6 до минус 12. Но с понедельника температура воздуха повысится днем на 3, 4, 5 градусов. И уже температура будет в основном от 2 до 7 в предгорьях до оттепелей. Специалистов такой прогноз не удивляет. Как говорят в службе, это естественно для резкоконтинентального климата. Единственное, что интересно, теплая зима этого года. На этот раз она напоминает европейскую. Мало снега, а столбик термометра практически не опускается ниже 30. Такая температура была всего один раз, 14 января. Но думать, что весна наступит вот-вот, не стоит. Переобываться еще не надо, потому что, конечно, еще будет возврат холодов, но пока сильных морозов мы не видим. В марте, конечно, уже чувствуется весеннее дыхание, особенно в конце марта. А на этом у меня все. Телефон ошей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...